Коррупцию и преступность. Есть и достойные люди, которые могут занять какие-то определенные места и зарабатывать честно, и работать на благо республики. Вы понимаете, если говорят человек из такого-то рода, в Дагестане это достаточно для доверия или для недоверия. Вот мой отец, когда мы отмечали родителям 50 лет совместной жизни, мой отец, человек, который работал в ряде районов, в разных селах, он говорил, наверное, мои сыновья думают, что я им ничего не оставил. Он сказал, что я вам оставил свое имя, и вам никогда не будет стыдно за мое имя. И вот это и есть тоже обретение рода. Многие эксперты говорят, что основной предмет борьбы интересов в Дагестане это близость как раз к бюджетным деньгам. Что вот это такая попасть во власть и потихонечку тянуть то, что там бюджетное финансирование, деньги налогоплательщиков. Насколько вы согласны с такой оценкой экспертов? Ну, в целом, Владимир Владимирович Путин, особенно после событий 99-го года, очень по-доброму относился к Дагестану с великим уважением. И на самом деле Дагестану отдавалось достаточно большое количество субсидий разного рода. Но, к сожалению, это все редко доходило до народа, скажем так. И в результате я сделал такой вывод, что Дагестан кормили, но не лечили. И разрослись очень много злокачественных клеток. И второй вывод. Дагестан кормили, но не развивали. Поэтому мой вывод, что вот даже встречаясь с руководством страны, я сейчас говорю, мне не нужны деньги на текущие расходы. Для этого достаточно бюджет. Если вы даете средства, вы дайте на развитие. И кроме... Да, извините, у меня есть цифра, что вы говорили, что на восстановление региона понадобится 700 миллиардов рублей до 2025 года. Вот насколько... Я не говорил это. Ну вот, во всяком случае... Это говорили до меня. А, ваш предшественник, да, извините. Вот насколько эта цифра реально близка к сегодняшнему дню? Вот я не знаю до 2025 года, что будет. Потому что мы все время строим коммунизм. И никогда его не построили, да. Надо заниматься, значит, планами вот сегодняшней жизни людей. Вот сегодня, для того, чтобы... Вот я хочу, чтобы вы задумались, и те, которые нас слушают, да. Для того, чтобы сегодня выровнять уровень доходов населения, социальные благополучия до среднероссийского уровня, Дагестану нужно 200-250 миллиардов рублей. Вот сегодня. Единовременно. Да. Потому что республика отстает по всем параметрам. По доходам на душу заселения мы занимаем последние места. Но по уровню коррупции мы занимаем первые места. А есть ли возможность увеличить собственный доход Дагестана? Есть. Потому что Дагестан не был раньше, особенно в последние годы советской власти. Дагестан выступал донором. Помогал стране. И сегодня тоже такие возможности есть. У нас жизнеспособный народ. У нас живут нейрохитики. У нас живут крепкие люди. Понимаете? Если по уровню жизни Дагестан занимает последнее место, по продолжительности жизни мы занимаем первое место. Это еще раз говорит о генетике Дагестана. Большой повод для зависти на самом деле. И поэтому огромные ресурсы оказались неиспользованы. Вот нефть добывали 2 миллиона 400, сейчас добиваем 200 тысяч. Виноград собирали 380 тысяч тонн, сейчас собираем 100 тысяч тонн. Но есть шанс возобновить, да? Обязательно есть. И мы будем возобновлять. И наши программы направлены на это. И кроме того, я говорю многим структурам, которые уходят в Москву, там, Пятигорск и так далее. Я им говорю, или вы развиваете активно то, что вы взяли в свои руки. Или отдайте нам, мы будем приглашать инвесторов и будем развивать. Иначе получается, что нефть, газ, электроэнергия, рыба и все другое не работает на республику, не работает на страну. Это работает на разных родопроходимцев. Республика якобы задолжала 28 миллиардов по электроэнергии. Не задолжала. Те, которые собирали, собирали в мешки и увозили, куда попало. Поэтому нужно навести порядок. Невозможно навести порядок в отдельной взятой стране, как мы раньше хотели построить коммунизм. Нужна общая система. Нужна общая работа. Поэтому требуется обновление деятельности, в том числе, целого ряда министерств и ведомств. Вот недавно я был на одном крупном совещании. Значит, там сидели солидные люди. И когда они рассуждали, каждый указывал пальцем на Дагестан. Дагестан такой, Дагестан такой и так далее, и так далее. Я им говорил... Положительным или отрицательным? Отрицательным. И терроризм в Дагестане, убийство, значит, экстремизм, воровство и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, я в Дагестан пришел из федеральных органов. Вот все, которые вы говорите и сидите за этим столом, вы все сидите 15-20 лет. И сегодня вы с удовольствием почему-то показываете пальцем на Дагестан. А куда вы смотрели все эти годы? Дагестан это не чужая страна, это родная, российская страна. Мы в этом году отмечаем 200-летие окончательного вступления Дагестана в состав России. И поэтому мы должны, в Дагестане мы должны думать о России, а в России мы должны думать о Дагестане. Потому что мы одна родина, мы один народ. И надо в этом воспитывать людей, а не указывать пальцем друг на друга. Рамазан Гаджи Муратович, у нас с вами еще одна интересная тема. Вот как вы оцениваете решение Сулеймана Керимова переформатировать футбольный клуб Анжи и сократить финансирование? Сулейман Керимов очень эффективный предприниматель и очень много сделал для Дагестана. В том числе создание Анжи, это тоже был хороший проект, нужный проект. Когда люди искали выхода из этой ситуации, какая-то надежда была дана. Но вместе с тем он вложил огромные средства и купил самых лучших игроков. По-моему, 7 человек сборной России находились в Анжи уже. Были игроки с мировым уровнем, но они играли не по-дагестански. Они играли вяло, они играли халатомкой. Например, и я говорил Сулейман Керимову, вот наш дагестанец там умер бы на поле, ну что-то сделал бы, а эти же ходят просто и так далее. И мне кажется, что Сулейман Керимов устал от этих людей, но вместе с тем футбол не уходит, Анжи не уходит. Наоборот, Анжи и футбол в Дагестане возвращается на свои корни. И приглашен туда Гаджи Гаджи, известный тренер. Между прочим, без ни одного фактически иностранца такого из далеких стран, я помню, Гаджи Гаджи вывел Анжи в финал Кубка России. Поэтому я считаю, что эти действия, которые предпринимает Сулейман Керимов, это действия, которые будут работать на Дагестан. Тем более школа, академия футбола, которая создана, она активно работает и будет работать. И Анжи еще себя покажет на своих корнях. Вы болеете за команду? Нет, я вообще не болельщик футбола, но за Анжи болею. И в завершение, все-таки мы не можем обойти этот вопрос. Осенью парламент Дагестана будет выбирать главу региона. И вот вы, как временно исполняющий обязанности, являетесь одним из основных кандидатов. Ну вот, что бы вы сказали своим избирателям накануне голосования? Во-первых, я всегда выступал за всенародные выборы. Но сегодня ситуация в Дагестане, к сожалению, не созрела для этого. И второй, меня дагестанцы четыре раза избирали в российский парламент, и в Совет Федерации, и в Государственную Думу. Поэтому я их хочу поблагодарить за это доверие, которое они мне всегда оказывали. И вместе с тем, я хочу им сказать, что я посвящаю свою дальнейшую жизнь Дагестану. Я привешу себя в жертву Дагестана. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи на выборах.